Всем здорова! В этом видео я расскажу, какой же Бэй купить первым. То есть, самое главное, во-первых, чтобы Бэй вам нравился и всё. То есть, это самое важное. Зачем я достал 4 Бэя, вы сейчас можете посмотреть и подумать. Сейчас я вам расскажу, почему же их 4 и почему они такие. Во-первых, второй сезон, третий, четвёртый, пятый. Годлайр Систем, Гатченко, Спаркинг и Зэдбэй. Думаю, вы меня поняли. Конечно, Чозэдты ещё есть. Но Чозэдт их всего 3, поэтому вот так вот. Начнём с того, что... То есть, да, вам нравятся Бэя, но нужно не забывать про то, что они могут быть, так скажем, ну, не очень мощными. По поводу того, что не то, что сам Бэй слабый, а то, что его эволюция слабая. Вот, то есть, вот второй сезон не сравнится с пятым никак. Он никак не победит Люцифера никаким боком. Или слэшку, то есть, может, и Фафнирчика хоть как-то там, но с пятым сезоном, увы, никак. То есть, поэтому второй сезон лучше не брать. То есть, и мы останавливаемся на этих трёх. Но этого мы ещё не забудем. Дальше. Есть третий сезон. Например, Фафнирчик тот же. Они довольно мощные, но всё же с пятым сезоном им будет тигнаться довольно сложно. Есть только такие Бэи. Гаченко и Спаркинг. И из них лучше брать всё-таки Спаркинг. Ну да, пятая эволюция самая... Шестая эволюция самая мощная. Пятый сезон, шестая эволюция, да. И также нужно не забыть о том, что есть четыре типа. Это атака. Это защита, извиняюсь за фокус. Это выносливость и баланс. Вот. Так это выглядит. Примерно. Такой треугольничек. То есть, защита имеет преимущество над атакой, так как защита может выдержать атаки атакующих. Атака имеет преимущество над выносливыми, так как у выносливости слабая защита и атака может её разбить. И выносливость имеет над защитным типом преимущество, так как выносливость может его перекружить, а у защиты недостаточно мощной атаки, чтобы разбить выносливый. А балансирующий даже не вот этого возьмём, а какого-нибудь другого. Всё-таки он умеет менять режим. А балансирующий, в свою очередь, может как и атаковать, так и защищаться, и так и довольно выносливый. То есть, у него атака такая же, как и у выносливости, выносливость, как у защитного, и защита, как у атакующего. То есть, что-то среднее между этими боями. То есть, он не имеет преимущества ни над тем, ни над тем, и ни над тем. И они также не имеют над ним преимущества. Вот. То есть, выбирайте любого. То есть, я выбрал для себя баланс. Потому что, ну, баланс, он такой прикольный. То есть, в центр встаёшь, можешь атаковать, и можешь перекружить. То есть, классно. Ну, а есть минусы, конечно, то, что тебя могут разбить, тебя могут разбить, перекружить могут, и также могут тебя, как бы, выбить. Вот. Дальше. Ну, я думаю, на этом всё. Потому что, ну, какой вам нравится? То есть, мне, например, сприганы нравятся. Вот, классные бы. Просто мне нравится спрайз. И всё. Ну, не зря же у меня на, как бы, на профиле, в ютубе эта картинка круглая. Я не знаю, как вам вести. Она, как бы, спрайз на ней находится. Не зря же. Ладно. Ну, вы меня поняли. И, кстати говоря, пятый сезон я закажу. Вы не переживайте, но тогда, когда выйдут, ну, побольше валочков. Вернее, не побольше валочков, а когда сприган появится от флейм. Я его безумно жду. Ворлд сприган. Ну, конечно, не сразу, как он выйдет, я буду заказывать, а через время. Потому что всё-таки, всё-таки у меня есть некоторые проблемы, о которых вам лучше не знать. Ну, ладно. Вот такое сегодня было видео. Сегодня ещё выйдет одно видео. Ну, как? Но я не знаю, сколько сегодня выйдет, потому что я снимаю заранее, как я это и говорил. Ладно. Всем удачи. Всем пока. До скорого. А с вами был Сканер. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok